Всем привет! Вы на канале 2 плюс 2 Коста-Рика. В этом видео мы с вами расскажем о бытовых вещах, с чем мы столкнулись по приезду в Коста-Рику. Есть вещи, которые нас немножко поразили, нас немножко смутили, поскольку мы в России привыкли немножко к другому. Поэтому в этом видео мы для вас сделаем некий топ-10 необычных вещей и странностей в быту, с чем мы столкнулись и обязательно столкнетесь вы. Вы пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики и пишите комментарии, а мы с вами пойдем разбирать всю эту бытовуху, с чем придется столкнуться. Поэтому вперед, погнали! Номер один в нашем топ-10 необычных вещей это окна в домах и в квартирах. Вы можете подумать, что я вам сейчас скажу, что в домах и в квартирах устанавливают окна из профиля пятого поколения с тройным стеклопакетом, но нет. В домах и в квартирах устанавливают абсолютно простые окна из алюминиевого профиля. За место стеклопакетов имеется одно стекло. Фишка этих окон в том, что не раздвигаются, то есть нет, как у нас в России, распашных створок. Также при раздвижных окнах нету форточек, то что мы привыкли. Если окна глухие, то можно в домах увидеть форточки в виде жалюзей, которые открываются и закрываются на проветривание. А также входные двери в дома и в квартиры простые деревянные. Мы не видели ни в продаже, ни в домах, чтобы кто-то ставил металлические двери. Максимум может быть еще решетка, если это не кондоминимум. Ну что, следующий пункт нашего ТОПа – это электричество и электроприборы в квартире и в доме. В отличие от России, электрическая сеть в домах в Коста-Рике рассчитана на 110 вольт. В России – 220. Соответственно, если вы с собой при переезде берете какие-то приборы бытовые, компьютеры, бритвы, фены, может быть, что-то из бытовой техники, то посмотрите, пожалуйста, будут ли они работать при напряжении в 110 вольт. Например, у нас одна бритва работает, она заряжается при таком напряжении, но вторая отказывается работать и не заряжается. Также имейте в виду, что есть другое электричество, здесь абсолютно другие розетки. То есть вилки на приборах плоские, если вы будете пользоваться какими-то своими электроприборами, вам придется купить переходник с европейской вилки на латиноамериканскую, на американскую, на плоскую. Если вы с собой не привезли такой переходник, их, в принципе, нужно купить в магазине в Коста-Рике, не без проблем продается. Пойдемте дальше. А третий пункт в нашем списке – это помещение под прач. Вот в этом американцы очень большие молодцы. Они делают отдельное помещение, отдельную комнату для стиральной машинки, сушилки, для хоз вещей, что очень удобно и практично. У нас тоже такая комната есть прачечная. Также в ней находится электрощиток, где все выведено. Также в Коста-Рике из-за того, что теплый климат, здесь нет ни горячей воды, ни отопления. Поэтому, как правило, в прачечных комнатах устанавливают проточный водонагреватель для горячей воды. Здесь все пользуются проточными водонагревателями. Вот как стоит у нас, например. Также есть проточный водонагреватель, который именно крепится на душевую лейку. Мы их называем убийцами, поскольку там такая стена, что эту лейку ты накручиваешь на душ, и рядом же находятся провода с электричеством. Мы считаем это не совсем безопасно, хотя это очень распространено в Коста-Рике, и многие этим пользуются. Ну, мы предпочитаем общий водонагреватель для горячей воды во всем доме. Пойдемте дальше. Когда мы жили в России, и к тому же еще работали в системе ЖКХ, мы привыкли, что у нас все счетчики стоят либо на лестничной клетке, если это многоквартирный дом, либо где-нибудь в коридоре, если это частный дом. Также есть сантехнический шкаф, он так называемый, в туалете, где есть канализация, все трубы и водосчетчики. В Коста-Рике все по-другому. В Коста-Рике электросчетчики находятся на отдельных столбах перед домом, либо на фасаде дома. Если это частный дом, не кондоминимум, он общедоступный. Показания со счетчика приезжают, снимают сотрудники электрических компаний, с которыми у вас заключен договор. Нет никакого водного автомата. То есть счетчик является как бы водным автоматом. Если вы не оплатили счет, то сотрудник приезжает, как-то поворачивает этот счетчик, и у вас электричества нет. А вот водяные счетчики вместе с запорным крауном находятся, как правило, на тротуарах перед каждым домом. Не в зависимости от того, кондоминимум это или частный дом, на тротуарах есть запорный кран, который подает воду в дом. И также установлен водяной счетчик стандартный, ну как у нас. Он также общедоступный. И что самое интересное, что, несмотря на то, что все эти приборы общедоступны, и находятся либо на тротуаре, либо рядом с тротуаром, там фасад дома, столбы, здесь нету такого, чтобы кто-то из молодежи что-то ломал, арестовал, специально закрывал воду вам на дом, разбивал эти счетчики. То есть такого вандализма здесь, в Коста-Рике, в принципе нету. Следующий пункт нашего топа – это душевые в доме. Коста-Риканцы не очень привыкшие иметь в доме, в квартире полноценную ванну. Практически во всех домах установлены просто души, либо душевые кабины. Но есть одна фишка. Когда вы приедете в Коста-Рику, вы удивитесь, что в душевых нет шланга с лейкой, как мы к этому привыкли, а установлены вот такие лейки напрямую. Вот так вот. Но для нас это не совсем было удобно. Нам пришлось объездить несколько магазинов строительных, купить систему с шлангом и привыкшим для нас лейки и установить. То есть это все возможно сделать. Но будьте к этому готовы, что у вас в душе не будет шланга. Также в Коста-Рике очень шумные туалеты. Это связано с их конструкцией. Во-первых, они не совсем обычные. Практически сложно найти туалеты, которые с двумя кнопками больше-меньше воды. Выглядят они... Слив у них всегда внизу в пол. Вот так вот, если кто-то в этом понимает. Они шумные, при сливе воды. У них полностью уходит вода. Вот смотрите, как это выглядит. И они хрюкают. Ну и ничего к этому привыкаешь, и на это уже не обращаешь внимания спустя полгода. Пойдемте дальше. Следующее в нашем списке, это то, что все выключатели в санузлах находятся внутри. Когда вы идете в туалет, особенно ночью, вам нужно включить свет. Вам нужно сначала зайти в туалет, а потом нащупать выключатель и его включить. Не совсем удобно для нас. Мы привыкли, что у нас выключатели находятся перед входом в туалет. Здесь, но все наоборот. Но ничего, к этому тоже можно привыкнуть. Очень большой плюс, то, что в Кострике, если вы имеете свой дом, а не квартиру, то обязательно в доме, помимо парковки, будет небольшой задний дворик. Кастыриканцы используют это пространство как место для патио. Ставят мангал. Здесь это называется барбекю. На газу, либо угольное. Устраивают вечеринки. У нас тоже есть небольшой такой маленький дворик. Правда, мы его еще не привели в порядок. Поскольку сейчас сезон дождей, будет сухой сезон, будем потихоньку приводить все в порядок, чтобы здесь у нас было красиво. Но это очень большой плюс. Как на своем приусадебном участке есть небольшой огороде, где можно выращивать огурцы. Пойдемте дальше. Ну и еще один пункт, в нашем ТОП-10. Это в кастыриканских домах очень маленькие спальни. Никак мы привыкли к огромным комнатам. Как вы видите, у нас практически одна кровать занимает всю комнату. Потому что, как кастыриканцы, как и все американцы, привыкли использовать спальную комнату лишь для того, чтобы прийти и поспать ночью. Никто не тусит в комнатах. Поэтому комнаты очень маленькие, но спать очень комфортно. На этом все. Мы вам рассказали 10 интересных вещей, с которыми придется смириться и жить. Вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А канал 2 в плюс 2 будет снимать все самое лучшее для вас. Поэтому до встречи в следующих роликах. Всем пока!